здравствуйте всех приветствую на своем видео уроке для меня это в новинку поэтому начнем итак сегодняшнее наше занятие будет посвящено непростой теме но если внимательно мы разберемся внимательно изучим то для нас она покажется легкой простой темой итак сегодня тема симметрия может быть вы уже слышали это слово или же я когда-либо упоминала то есть все равно где-то вы должны были слышать уже это слово давайте внимательно разберемся что такое симметрия симметрия это одинаковое расположение частей той или иной фигуры или предмета то есть где мы можем увидеть симметрию и что это такое например у нас очень симметричное лицо если мы его поделим пополам мы увидим что с одной стороны бровка с другой стороны бровка глазик глазик нос всех одинаково и рот и например такая вот интересная шляпа тоже она будет симметрично то есть такой человек симпатичен да у него уши все одинаково и с этой стороны и с этой стороны и если мы например сделаем так глаз здесь нарисуем бровь тут бровь здесь глаз тут нос например и улыбку где-то шляпа вот такая у нас будет пополам это уже не симметрия как мы видим здесь уже не совпадает эта часть с этой и например ухо здесь ухо тут конечно так бы было странно если бы так выглядели люди поэтому на этом примере хорошо видно что же такое симметрия это все что касается фигуры то есть у нас фигура человека симметрично у каждого рука не может быть на спине расти у нас плечи из плеч одна рука другая ну и так далее далее мы рассмотрим на примере предмета вот например будет у нас вот такой кувшин такой красивый и он сам по себе симметричный него все одинаково все пропорционально и совпадает эта часть с этой частью не одинаковые симметричны здесь видна симметрия дальше и если мы например нарисуем какую-нибудь вот такую вазу то она уже будет не симметрично потому что левая часть не совпадает с правой следует учесть что они все предметы в природе симметричны поэтому есть не симметрия но мы сейчас говорим именно о симметрии где же она нам пригодится симметрия все же хотят чтобы всех был красивый рисунок например когда мы рисуем кувшинчик яблочко и там например лицо все же хотят чтобы все было красиво все совпадало поэтому будем учиться с вами делать чтобы в дальнейшем вы смогли нарисовать идеальные для себя предметы фигуру и так далее мы с вами попробуем изобразить нашу симметрию на простом предмете на простом таком живом существе как бабочка давайте представим с вами что мы отправились в тропический лес как мы его себе представляем какие там животные какие там листья какие там цветы конечно там все отличается там лес совсем другой не такой как у нас он пестрый интересный необычные по своей форме такой самобытный и какие же там летают бабочки давайте себе пофантазируем может быть они пятнистые полосатые какие они а может там у них на брюшке лицо какое-нибудь может у них нужно пофантазировать подумать как мы себе представляете эту яркую бабочку если бы вы поехали в тропический лес и какая бы вам встретилась на пути бабочка и так с чего мы начинаем нужно пополам разделить листик как это быстро сделать если под рукой нет линейки и нам нужно быстренько нарисовать вы берете листик вот так складываете проводите внизу вот так линию раз защип и точно такой же защит нужно сделать сверху разворачиваем лист мы не повредили у нас листик если бы мы его сложили и провели ровную линию сложили бы допустим пополам и здесь бы закрепили то лист уже бы был у нас помятый а нам все таки хочется сохранить прекрасный вид нашей работы вот у вас здесь получился защип и здесь проводим линию все получилось теперь мы начинаем рисовать нашу бабочку вы можете начать как вам удобно либо с левой стороны нарисовать либо с правой стороны бабочка может быть абсолютно любой какой вы придумаете например она может быть с более круглыми крылышками может быть более прямоугольные там угловатый как какой придумай может даже форме похоже на листик например моста на вас в листве прячется и чтобы ее никто не заметил таким образом маскируется у меня будет более простая бабочка не будут вот такие круглые округлые крылья второе например вот такое теперь как же мне повторить точно такую же сторону и сюда чтобы это все было одинаково и красиво вот здесь у меня такой вот край я беру карандашиком измеряю от центра до вот этого края сохраняю это расстояние и переношу сюда вот здесь у меня значит будет эта часть и теперь на глаз я пробую повторить проверьте чтобы у вас под рукой была стерка обязательно потому что ошибаются абсолютно все у всех должно быть право на ошибку даже вот у меня видите не сразу прям я их идеальную линию нарисовала поэтому не нужно никогда расстраиваться если у вас что-то не получается так ну вот и дальше точно таким же образом от серединке вот опять же у меня край измеряю вот это расстояние и переношу сюда теперь вот этот момент ниже его тоже нужно повторить симметрично я опять беру измеряю вот где будет точно так же здесь вот она крайняя . где она здесь зафиксировали и теперь пробуем вот уже похоже еще такой момент в симметрии нет прям идеальности такой чтобы прям вот должно быть все прям идеально все совпадать нет если мы с вами посмотрим на наше лицо например у нас очень все подвижно наша мимика мы бровки можем поднять если мы посмотрим внимательно у нас может быть чуть-чуть на миллиметрик отличаться одна бровка от другой это вот особенность такая у абсолютно у всех предметов абсолютно у всех фигур и лица у нас не прям идеально все совпадает поэтому если где-то что-то у вас немножечко отличается это ничего страшного в целом у вас все равно должна бабочка смотреться симметричной теперь я хочу нарисовать здесь кружок здесь мне тоже его нужно повторить я опять измеряю расстояние раз теперь мне нужно посмотреть сколько здесь будет расстояние здесь всегда ориентируемся на крайние точки то есть я ориентируюсь вот мой кружок крайние точки вот значит вот эти все расстояния мне нужно померить ну вот уже похоже и даже так интересно получилось можно это и оставить почему бы и нет просто повторить это здесь точно также здесь вы можете придумывать все что вам нравится какую вы по бабочку не придумали на лицо получилось похоже такая интересная можете там бахромушку какую-нибудь придумать например почему бы и нет не забывайте только повторять это все все нужно повторить с одной стороны и с другой здесь я например хочу чтобы у меня было вот так и пробую точно также измеряю вот здесь тут будет . и веду сразу на карандаш не давите потому что если мы с вами надавим так сильно вдруг мы ошиблись вдруг мы не там это должны были нарисовать и потом вам просто эту тонкую линию очень легко будет стереть но если же вы сразу будете давить на карандашик то потом очень сложно эту линию будет стереть дальше уже только ваша фантазия как вы себе ее представить как вы придумаете я очень быстро рисую поэтому какие-то части у меня очень ровные вы конечно же сядете спокойно на листе вас никто не будет торопить вы спокойно сядете и сделайте красивую хорошую работу тоже сильно много деталей не делайте потому что это будет очень сложно повторить с этой стороны перенести на эту представляете если вы очень-очень много тут деталей нарисуете запутаетесь потом поэтому этого будет вполне достаточно я себе например такую бабочку представила у нее могут быть усики могут и не быть как придумаете пусть будут и теперь нам осталось просто это все раскрасить очень аккуратно красиво яркими цветами придумайте какую вы сделаете цветовую гамму либо она у вас будет в холодной цветовой гамме а фон теплый например желтый бабочка будет зеленый фиолетовый бирюзовый голубенький синенький например такое либо она у вас наоборот будет в теплых цветах например красный желтый оранжевый синий синий это у нас холодный да то есть ошибка если мы здесь применим в нашей бабочке и теплый цвет и холодный потом фон запутаемся какой брать поэтому можно синим сделать фон а здесь теплые цвета бабочку и тогда она у вас будет яркая выделяться на этом фоне либо можно сделать темный фон а бабочку более светлый или наоборот темную бабочку а фон светлый тогда в этом случае можно чередовать в бабочке и теплый цвет и холодный главное чтобы у вас отличался фон от вашей бабочки все таки бабочка у нас самое главное поэтому яркий фон лучше не делать тоже все таки хочется смотреть на бабочку чтобы она была пестрая яркая красивая спасибо большое за внимание всем удачи старайтесь все у вас получится не расстраиваемся всем до свидания